Тебе скучно и одиноко? Этой зимой все что тебе греет это теплый чай и почти остывший кокот? С тобой не разговаривают даже носки? Так нет, стоп. Давай все по новой. Тебе скучно и одиноко? Этой зимой все что тебе греет это теплые носки и почти остывший кокод? Все правильно, да? Во-первых, мой юный наркоман. Коты не разговаривают. А во-вторых в описании есть ссылка на игру в которой тебе точно не будет скучно и сможешь компанию для теплых ламповых вечерков. Особенно если ты не мечник. Почему особенно? Да потому что я сейчас тебе буду рассказывать о One Piece. Звучит странно, но поверь, это не мат и не раздел на порнхабе, а всего лишь браузерная игра таймкиллеров, которая тебе нужно будет нагнуть всех в этом изменчивом мире и не прогнуться самому. Что тебя ожидает там? Приятная картинка, яркие спецэффекты и возможность играть на любом ПК. В данной браузерной игрушке ты узнаешь много знакомых героев из аниме, а если ты их не знаешь, вперед смотреть аниме и потом продолжай уже играть. Или делай два дела сразу, играй и смотри. И кстати, это будет скорее всего просто комбо-вомбо-связка, так как сама по себе игра от тебя будет требовать не очень много дикой реакции и скилла. Все что тебе нужно будет делать это выбирать боссов, которым за определенное время необходимо будет начистить морду лица. Но кроме боссов тут есть еще и башня с разными уровнями сложностей. Лично я до определенного момента вполне успешно проходил все эти этажи и не впарился, ну а потом вот правда резко ощутил жжение ниже спины от внезапно пожирневшего данжен мастера. Первый челлендж, так сказать, за долгое время вынуждающий вас наконец-то показать всем тот кто босс качалки. Но кроме башни и боссов тут есть еще и аренка. Бей морду другим игрокам, поднимайся вверх по рейтингу и вообще, делай все, чтобы твоя маманя тобой гордилась и показывал твои личные достижения родственникам. Ведь это все в твоих силах, я не шучу, не веришь? Переходи по ссылке в описании и регистрируйся, становись самым диким пиратом всех семи морей. А если вы не знали, Ван Писс это игра именно про пиратов, даже вон название, Ван Писс на краю света. Это прям как в тех же пиратах карибского моря, только про Ван Писс, и без кракена, да и тентаклей. Но учитывая то, что это игра по аниме, это вообще очень странно, что тут нету тентаклей, тогда бы я сразу поставил 10 из 10. А пока что я могу вам только посоветовать в нее самим зайти и ознакомиться лично, потом уже в комментариях напишите, как вам эта игра понравилась или нет. Еще раз говорю, игра не очень динамичная и это самый настоящий таймкиллер. Много действий от вас не требуется, но присутствие в игре и помощь в прокачке персонажа необходимо, в остальном же игра играет сама в себя, прям как ты по вечерам. И пока твои руки еще не заняты игрой, поставь лайк за этот обзор, подпишись на канал, лям за небу генчик, дабы не пропускать новые видео на этом канале и на этом у меня пока что все, удачи и пока!